Я начну с того, что все-таки я не историк, конечно, я как бы журналист и краевед. Но из обвинений в младере, что я хочу опорочить все советское, хочу переименовать город Комсомольск на Амуре. То есть они просто-напросто взяли и отказали городу в нерождении. Они сказали, что у города нет неравен. На самом деле комсомольцы в те времена не претендовали ни на какой день города, день основания. Мы со своими идейными противниками готовы разговаривать с пером в руках, вот с кинокамерой в объектив, как говорится, честно, открыто, дружелю. Комсомольск на Амуре 88 лет назад был основан комсомольцами, которые приехали сюда по призыву. Это для нас как бы такая стандартная история. Но есть люди, которые утверждают, что Комсомольску вовсе не 88 лет, а гораздо больше, ну практически в два раза. Он более возрастной. Сегодня у нас в студии историк-краевед Антон Ермаков. Вот он, как раз он и является инициатором движения, согласно которому Комсомольску на Амуре 160 лет. То есть полторы сотни лет. Итак, Антон, с чего началось вот это вот твое движение в сторону увеличения возраста нашего города? Добрый день, Олег и уважаемые зрители. Я начну с того, что все-таки я не историк, конечно. Я как бы журналист и краевед. Начинал как журналист и перешел постепенно к интересу к краеведению именно. На историка, конечно, я не претендую, ничего не оканчивал специализированных учреждений. И по поводу того, что ты сказал во вступлении, что вот эта стандартная информация, к которой мы привыкли, я бы назвал это скорее как догма некая, как некая догма, некий постулат, к которому действительно мы привыкли. И в принципе, я сам лично долгое время придерживался ровно таких же взглядов. В принципе, я обладал всей информацией, которая доступна каждому. Знал все даты, дату высадки первых строителей села Пермского, это 10 мая. Знал дату основания судостроительного завода 12 июня 1933 года. И знал дату 10 декабря 1932 года, день преобраза, когда в ЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, преобразовал село Пермское в город Комсомольск на Амуре. Но все эти кубики у меня не складывались в одно целое. И как бы так, подчасти случайно, а отчасти, конечно, нет. В итоге сложились в понимании, что все на самом деле не так. И где-то, наверное, это произошло лет 5-6 назад. И как только у меня это понимание сложилось, я тут же пришел к выводу, что надо праздновать настоящий день рождения. Потому что я понял, что его, как бы, в принципе, никогда не праздновали. Да, вот я помню 155-летие села Пермского отметили большой выставкой в Краевической музее. Было такое дело. Но вот именно таких всенародных уличных празднований никто и никогда не устраивал. И мы начали это делать впервые вот 5 лет назад. Поэтому наряду с тем, что как бы мы пытались сказать людям, что городу больше лет, да, мы еще понимали, что это, в принципе, праздник и нужно праздновать. О том, что до Комсомольска на Амуре существовало село Пермское, было известно давно. Ну, всегда практически было известно. Почему же тогда до тебя никто не прибег к такому ходу, чтобы все-таки срок жизни Комсомольска отмечать именно с момента закладки села? Не всегда информация ведет к пониманию. А то, что было известно давно, это безусловно. Даже вот наша городская газета «Дальневосточный Комсомольск» в 1960 году была в ней публикация Бориса Полевого «К столетию села Пермского». И, безусловно, не я первый начал. Это как бы глупо было бы так говорить. Потому что Светлана Ивановна Вишнякова, замечательный краевед у нас, не так давно, к сожалению, умерла. Но она еще в 90-х поднимала тему, в принципе, как такового Пермского. И, безусловно, считала, что основание населенного пункта нужно праздновать с первого колышка. Ну и вот был у нас, не был, а он есть, наш коллега, как бы тоже блогер, журналист, как его назвать, Павел Труднев, который достаточно еще раньше меня. Он заявлял об этом и снимал видеоролики свои. И в интернете заявлял, что Комсомольску, если считать его по параметрам Хабаровска, что ему лет не меньше, а может быть даже и больше, чем Хабаровску. Потом он как-то от этой темы отошел. Я думаю, что ему помешали какие-то идеологические соображения. Сейчас он больше не возвращается к АТНС? Я так думаю, что даже, наверное, стал противником. Потому что меня обвиняют в том, как бы одно из обвинений в Муадре, что я хочу опорочить все советское, хочу переименовать город Комсомольск на Амуре. Никогда не имел такого желания переименовывать город. Заявляю официально и открыто. Есть ли какие-то законные основания на то, чтобы не переписать историю города, а вынести там, допустим, в устав или куда-то именно другой срок рождения города? Конечно. У муниципалитетов устав – это основополагающий документ. И в нашем уставе, вот на сей день всегда было, первая статья – это как раз основание города. Вот она у меня есть в том виде, в котором она сейчас звучит. Город Комсомольск на Амуре образован в 1932 году в соответствии с постановлением президиумов ЦИК от 10 декабря 1932 года о преобразовании селения Пермского Нижнетамбовского района Дальневосточного края, город Комсомольск на Амуре, из села Пермского, основанного в 1860 году. Днем города является 12 июня. Ну вот, Олег, просто у тебя что было по русскому языку? Тебе ничего не смущает в этом абзаце? Ну, в общем-то, ничего. А что? Меня смущает. Меня смущает. И, кстати, вот у некоторых наших филологов нашего педагогического университета так же смутило. Вот. Потому что город образован в соответствии с постановлением о преобразовании селения. Тут субъект, объект, как бы вообще не Комсомольск. То бишь, речь идет о селении Пермском, о том, что и постановление звучит, что его преобразовывают в город Комсомольск на Амуре. Мы же в свое время подготовили целый проект изменения, вот как раз в эту первую статью. И уже внесли его на Городскую Думу, то есть с одним из депутатов Городской Думы. К сожалению, до конца реализовать это не получилось, по независимым от нас причинам. И в числе прочего у нас было вот заключение, сейчас мы его найдем, филолога нашего Ивана Авдеенко. Иван Авдеенко, доктор кафедры русского языка и литературы, кандидат, на тот момент был кандидат, по-моему, сейчас он защитился. Вот, Иван Анатольевич Авдеенко. Вот он нам говорит о том, что если речь идет действительно об основании города, то и постановление должно оперировать синонимичными понятиями, то есть называться постановлением об основании города, о его образовании. Основание и образование города не допускают наличия уже существующего объекта, селения Пермского, так как основание само по себе является первоосновой, источником появления чего-либо. Ну, тут, в принципе, еще есть доводы, ну, хотя бы вот такое, например. На самом деле, то, что мы сейчас имеем в уставе, это просто неграмотно. Это заключение филолога. А что думают по этому поводу юристы? Есть ли их мнение? Смотря какие юристы. Ну, которые разбираются в подобных вещах. Тот депутат, с которым мы готовили, Игорь Юрьевич Хрущев, он как раз практикующий юрист. И он поддержал, как бы, эту идею, как бы, и готовил этот проект. Вот он, как бы, я еще раз повторяю, готовый проект, хоть сегодня в Новую Думу вноси, как говорится. Вот. А другое совершенно дело, это, допустим, юристы администрации города. Потому что по регламенту Городской Думы на депутатские проекты юристы администрации города дают свое юридическое заключение. Вот они давали нам его несколько раз. И в итоге, тут достаточно много они написали, но по существу, по существу буквально две строчки. И эти две строчки меня, ну, вот просто, на самом деле, поразили еще тогда. Они пишут, праздновать дня города, в скобочках, а не дня рождения города, определено по сложившейся местной традиции, которые не регулируются законодателем. То есть, они просто-напросто взяли и отказали городу в нерождении. Они сказали, что у города нет дня рождения. Вот, в скобочках пишут, что 12 июня это не день рождения города. И глупо поздравлять 12 июня с днем рождения Комсомольского Амурия. А празднование дня города, ну, примерно так же я это понимаю, там, как дня медика, дня милиции, дня пожарника. Вот, по сложившейся местной традиции. Ну, да, может быть, она и была вот такая советская традиция, даже можно рассказать, каким образом она появилась, как бы. Вот, но абсолютно неправильно. Эта традиция разорвала связь поколений. Она, преемственность, да, пускай с одной стороны было крестьянское село, как бы, да, с другой стороны, там, промышленная революция, вещи, как бы, диаметрально противоположные. Но все же и рабочие, и, как говорится, и кузнец, и слесарь хотят кушать, хотят хлебушка, и все мы, как говорится, от земли живем и воспитываемся. Поэтому в советское время я это понимал, почему так происходило. Сейчас абсолютно не понимаю. Просто мы живем по тем же самым накатанным советским рельсам, стереотипам. Не хотим меняться, не хотим менять мышление. Как бы, живем по привычке. Ну, хорошо. Как бы, юридические вопросы – это повод для того, чтобы люди, которые в этом разбираются, скрестили там шпаги, рубились бы. Это всего-навсего вопрос трактовки законов. Но тут, как бы, мы эту проблему в пределах студии не решим. Но в этом плане у меня есть такой вот вопрос. То есть, недостаточно ли, раз уж у нас есть одна традиция отмечать День города, недостаточно ли нам просто ввести традицию празднования Дня рождения Пермского, как бы, и на этом успокоиться. Мы-то как раз и не против того, чтобы отмечались две даты. Безусловно, не предлагаем отказываться от 12 июня. Но эта дата, она имеет отношение в первую очередь к судостроительному заводу. Завод должен осознать себе, что в этот день он положил себе начало. Это действительно был большой праздник. Закладка в тайге вот этого первого камня, это был праздник. День рождения, точной даты мы не знаем, но это однозначно 1860 год, основание села Пермского. И так как мы пять лет подряд, как я уже сказал, празднуем и достигаем в этом все больших и больших объемов празднования, то подошли мы к такому моменту. Город, да, последние вот 2-3 года администрация города нам помогает в этом празднике. Помогает как? Предоставляет звуковое оборудование, помогает информационно. Но при этом оно отказывается считать этот праздник своим. Да, ну вот, городским мероприятием. Вот, конечно, с одной стороны финансовые трудности, на которые они ссылаются. Но, на мой взгляд, это просто как бы прикрытие нежелания, которое стоит за этим. Потому что финансовые вопросы мы, простые граждане, энтузиасты, мы решаем. Мы работаем со спонсорами, мы находим средства на праздник. И за небольшие средства организуем достаточно яркие праздники. У нас и световое шоу было, и коллективы в этот раз приехали из других населенных пунктов, из Нанайского села Кандон замечательный коллектив приехал. Вот, и на самом деле мы хотели же в этом году еще провести шествие. То есть, вот, не такое, как мы привыкли, там, Первомайское, даже вот, как мы привыкли, 12 июня. Ну, 12 июня что-то подобное, может быть, вот таким образом карнавальные шествия проходят у авиационного завода на Визенгах. Мы хотели что-то такое веселое, не совсем серьезное, карнавальное, фольклорное, как бы, ну, с привлечением. Вот, даже меня вдохновило, вот, я смотрел съемку 300-летия Питера, как наша делегация туда ездила, на самом деле, тоже поздравляли питерцев. Там у них как раз происходит все очень территориализованно, карнавально, вот, красиво в этом смысле. Вот, а Питер и Комсомольск на Амуре, как считается, это практически города побратимы, как бы. Но, вот, допустим, провести шествие полномасштабное, вот, силами энтузиастов, это уже не наш уровень. Я просто это понял, как бы. Ну, на самом деле, как бы, тут участие города было бы вполне, как бы, нужным и необходимым, потому что, потому что это предприятие, в первую очередь. Не думаю, что у нас получилось бы действительно большое шествие организовать, а идея, на мой взгляд, сама-то хорошая. Но что плохого в таком большом карнавальном шествии, как бы. А город на это не идет, и, вот, на данный момент не идет, потому что, ну, потому что ему чужда вот эта мысль, как бы, на что комсомольску 160 лет, она у него в голове не укладывается. Хотя, вот, допустим, наш коллега Иван Викторович Лаврентьев, который ведет тоже регулярные краеведческие встречи и беседы, и в том числе о селе Пермском, как бы, он, хоть и придерживается стандартной классической позиции в этом вопросе, но он, как бы, готов это обсуждать, готов дискутировать. И мы с ним уже договорились и запланировали на 10 декабря, дата символическая, как раз тот день, когда в ЦИК встал свое постановление о преобразовании, в краеведческом музее организовать большой дискусс с привлечением всех не только желающих, а и тех, кто обязательно должен выступить. Как бы, из той, мы не боимся выслушивать противоположную точку зрения, как бы, не готовы доказывать свою, как бы. Вот, и считаем, что нужно вот за этот год, до следующего празднования, ну, как-то уже определиться в этом вопросе, потому что, да, на данный момент к нам относятся так, ну, пускай там что-то себе празднуют потихоньку, дело, в принципе, это неплохое, но мы ничего у себя менять не будем в нашей работе. А все-таки хотелось бы изменить, потому что это вещи серьезные, основания населенного пункта, как бы, не пустяки. Кстати, по поводу шествия, у меня сразу родилась идея, красивая идея, которую я подарю. Идея заключается в чем? Раз уж мы говорим о шествии, о паровечном карнавальном шествии, то оно, как бы, должно пройти по улицам города и закончится теоретически. А вместе, в историческом месте, это рекреационный комплекс, который запланирован на набережной города, где администрация города хочет, как бы, это сказать-то, ну, воссоздать. Это этнографический комплекс, да. К сожалению, пока это только больше планы. Ну, мы видим, что уже потихоньку появляется церковь, как бы, и коммуникации проводятся, но кроме этого ничего, к сожалению. Ну, вот уже конечная точка шествия уже есть. Ну, мы планировали шествия, на самом деле, вот от драмтеатра и как раз до набережной, как бы, по Яблоневой аллее или, допустим, по проспекту Октябрьскому или по Мира. Это все было бы обсуждаемым, как бы, но в организации шествия нам никто помогать не захотел. Сами мы, как бы, не решились. Вот. И по поводу вот этого этнографического комплекса, который, село Пермское, да, который в долгосрочном плане еще запланирован был, как бы. Вот. Но чиновники, администрация, они должны понять, что никакого комплекса не будет. Это же, он же планируется на деньги и инвестиции, как бы, развиваться, да, то есть, должен частный бизнес прийти и вложить деньги. Чтобы частный бизнес пришел и вложил деньги, он должен увидеть привлекательность этого мероприятия, что это интересно людям, что люди приходят, что людям, что у людей это востребовано. Так вот и надо начать с этой традиции, с этого шествия, чтобы, в конце концов, инвесторы увидели это. Видите, при всем, у нас массовость, конечно, увеличивается. Она постепенно увеличивается, вот, наших праздников. Но она не такая громадная, на самом деле, как, ну, какая должна быть, какая заслуживает, какой этот праздник заслуживает. Но вот первый раз начиналось вообще там все, просто мы праздничные фулашки раздавали на набережные и все. Второе праздниство у нас там, может быть, вообще там человек 30-50 всего было зрителей, как бы, да. Вот, ну, в прошлом году там светошоу человек 200, наверное, уже пришли посмотреть там праздник. И в этом году больше, больше и больше, но это не те масштабы, которые происходят на 12 июня. Не те. А праздник равносильный. Вот в этом и казус. Праздник равносильный, а масштабы не те. Поэтому мы сами не справимся. Тут нам нужна помощь на самом деле. Чтобы массы откликнули, часто они у нас, к сожалению, инертные. Но нужно с ними поработать, организовать, бесконечно без всякого принуждения. Но на самом деле людям это интересно. Может быть не всем, но все равно людям интересна история, культура. Многие что-то еще помнят, многие интересуются. И вот тогда инвесторы, если увидят, что люди приходят на такие праздники в большом количестве, тогда они уже более серьезно к Силу Пермскому комплексу отнесутся. Так может быть тогда не стоит все это вместе мешать Комсомольске и Пермске, а допустим праздновать юбилей Пермского, праздновать отдельно юбилей Комсомольска на Амуре. Это же фактически все равно два абсолютно разных объекта. Возможно даже чуждых друг другу. Пермское это представляет старый мир Комсомольск на Амуре, новый мир. Ну просто допустим разобраться с историей Комсомольска, просто говорить о ней открыто, как оно было на самом деле и отдельно говорить об истории Пермского. Ну два разных объекта это только в виртуальном пространстве. В реальности это один и тот же объект. То есть я вот все хотел, как бы не удалось у меня вот даже провести интервью. А у меня, кстати, вот когда я приглашал людей на праздник, как бы даже вот участников, творческие коллективы, они спрашивали, я говорю, вот день рождения села Пермского, будем отмечать. А они спрашивали, а куда ехать-то надо, где села Пермская-то? Далеко ехать? Ну я говорю, не надо никуда ехать, но это и есть Комсомольск на Амуре, как бы это одно и то же. То есть до 32-го года села Пермская, после 32-го года Комсомольск на Амуре, как бы. Поэтому отмечать надо день рождения Комсомольска на Амуре в августе, в сентябре. С датой надо определиться, потому что точной даты мы не знаем. 18 августа это вот такая обиходная дата, которая ни одним государственным архивом не подтвердилась нам. Вот. А 12 июня, к которому мы так привыкли, многие в качестве аргумента празднования в этот день говорят, что это выходной день, совпадает с Днем независимости России. Ну это, по сути, по исторической своей сущности, это, я еще раз повторяю, день основания судостроительного завода. Про судостроительный завод есть замечательная история с гениальным инженером Владимиром Костенко. Об этом человеке можно фильм снять, многосерийный сериал художественный. Вот, допустим, сняли же кино про Королева, академика Королева, который отбывал там наказание, тоже политическим репрессиям подвергся. Вот, судьба Костенко, она вообще удивительная и многогранна, может быть, тема для отдельной передачи, как бы, или как-то еще. Вот, поэтому тут, конечно, вот роль завода ключевая, если он захочет обратить на себя внимание, показать себя вот с этой стороны, что 12 июня это его праздник. А ведь на самом деле, вот даже когда наши отешествия проходят 12 июня, ведь судостроительный завод даже идет не первым, вот, не возглавляет колонну. Там есть музей замечательный, заводской, не все его посещают, мало кто знает. Вот, и как бы очень обидно, что люди отказываются от своей же истории. А 12 июня это заводской праздник. Это можно было бы как-то еще шире бы сказать, там, день промышленной революции, там, потому что, ну, осваивать в таких местах, как бы, промышленность действительно нелегко было. Вот, и, в принципе, первый толчок, первое начало, это вот именно 12 июня, когда, вот, за год они раскорчевали Тайгу, заложили первый камень-фундамент. Это приехали, там был большой митинг, легендарный маршал Блюхер присутствовал, как бы, это очень популярный, как сейчас, Фургал, может быть, это примерно так же, даже больше, наверное, был. На самом деле, комсомольцы в те времена, они не претендовали ни на какой день города, день основания, как бы, они, вот, праздновали день начала строительства. И есть документ, можно его найти, вот, когда в 1934 году бюро комсомола строительства Дальпромстроя, оно решает перенести празднование второй годовщины комсомола стройки на 12 июня. То есть, дословное, я сейчас процитировал, празднование второй годовщины комсомола стройки, ну, комсомольской стройки, как бы, правильно было бы сказать. То есть, они не говорили ни о каком-то основании города. Да, они говорили, мы строим город, потому что, ну, понятно, что они строили заводы, дома, как бы, они преобразовывали населенный пункт, как бы, из небольшого села в большой город. Вот, но на основание города они не претендовали, да, вот, в те времена. Они праздновали стройку свою, свою великую стройку. Значит, мы разобрались с историей, разобрались с юридическими и культурными моментами. Какую ты на данный момент ставишь перед собой цель в своей задаче пропаганды этого праздника? Я, безусловно, сейчас скажу. Вот, хотелось бы, наверное, может быть, даже такую точку поставить, юридической стороне вопроса, да. То есть, вот, как мы зачитали статью первую уставу, как она сейчас звучит, как бы, да. А вот я сейчас зачитаю, как мы ее предлагаем, чтобы это было и грамотно, и с точки зрения языка, и с точки зрения истории. Вот, изложить в следующей редакции. Город Комсомольск-на-Амуре основан, ну, в кавычках, 18 августа 1860 года, как селение Пермское. 10 декабря 1932 года селение Пермское преобразовано в город Комсомольск-на-Амуре на основании постановления президиумов ЦИК номер 399 от 10 декабря 1932 года. О преобразовании селения Пермского, ну, и так далее, может, читали. То есть, вот тут все друг другу соответствует. То бишь, селение преобразовано в соответствии с постановлением о преобразовании, а не город образован в соответствии с постановлением о преобразовании села. Соответственно, вот такую трактовку и мы предлагаем. А что касается целей, ну вот сейчас цель на самом деле всколыхнуть дискуссию, всколыхнуть дискуссию, потому что основная проблема, наверное, все-таки это в первую очередь, это отсутствие интереса людей к собственной истории, к собственному краю, вот, это, наверное, все-таки основная проблема. Поэтому хотелось бы всколыхнуть дискуссию, вот, и я надеюсь, нам это удастся с помощью краеведческого музея и вот администрации города в лице Ивана Викторовича Лаврентьева. Но, опять-таки, это все будет, как бы, точечно, если, ну, основная масса жителей, как бы, ну, не то чтобы поддержит, не поддержит, не проявит интерес, для начала нужно проявить интерес. Если тебе неинтересно, то, ну, ты просто скажешь, а мне какая разница тогда праздновать или тогда сколько лет, столько-то или столько-то лет, как бы, да. То есть, вот мы, даже проводился на одном из сайтов городских опрос, как бы, там большая часть, конечно, высказалась за то, что, вот, за традиционную, что Пермская и Комсомольская, это разные вещи. Где-то около трети, наверное, вот, поддержала нашу позицию на этом опросе. Вот, а где-то еще почти, что половина, как бы, вот, она как раз сказала, мне все равно, мне без разницы. И это самое плохое, потому что те люди, которые, ну, вот, придерживаются классической точки зрения, ну, по моему мнению, они просто или не задумывались, или есть такие противники у нас, которые вот именно сугубо идеологические, которые считают это выступлением против советской власти, не иначе, то бишь, для них это вопрос политический, в первую очередь, как бы. Но, в принципе, и для меня, как бы, это такой же вопрос ровно, как бы, но просто, как бы, вот, той идеологией мы, как бы, я считаю, уже, как бы, наелись, как бы, незачем ее повторять. Поэтому с идеологическими противниками бороться, с одной стороны, просто, потому что у них нет аргументов весомых, как бы, а с другой стороны, сложно, потому что у них очень много эмоций. Они сразу начинают, знаете, доходят до, ну, конечно, это вот большей частью в интернете все происходит, но доходят до серьезных обвинений, и в мой адрес, как бы, в адрес всего, все этих вот мероприятий. Мы все, в принципе, пока что еще родом из Советского Союза. И сейчас многие поделились направо и налево, там, кто-то за Советский Союз, кто-то против. Мы, вот, краеведы, как исследователи, мы не за и не против, нам, нам интересно это с точки зрения, вот, изучения. Поэтому у меня было предложение и музей советской истории создавать, как бы, чтобы изучать, понимать, что с нами происходило в те годы. Не просто, там, хвалить или ругать, а разбираться, понимать. Вот, поэтому проектов, на самом деле, много, и все они взаимосвязаны, и направлены ни в коем случае не на то, в чем хотят нас порой обвинить. В расколе общества, в разделении его. А такие обвинения, к сожалению, звучат, и очень неприятные обвинения. В то время, как наши все устремления, как раз на обратное, мы со своими идейными противниками готовы разговаривать с пером в руках, вот, с кинокамерой, в объектив, как говорится, честно, открыто, дружелюбно. Вот, и призываем к такому же отношению к себе. Вот, на таком, как бы, основании, я думаю, все у нас получится. Хорошо, спасибо, Антон. У нас в студии был краевед Антон Ермаков, который предложил нам новую повестку дня. Отмечать день рождения города, как основание села Пермского. Точка зрения достаточно спорная, но для этого мы и решили об этом поговорить, чтобы вызвать дискуссию в сети. Так что высказывайте свою точку зрения на этот счет. На нашем сайте, в наших соцсетях, на нашем канале в Ютубе. Знайте свою историю, помните наших предков, но и самое главное, с оптимизмом смотрите в будущее. На этом заканчиваем. Всем пока. Смотрите нас, слушайте нас, читайте нас. Спасибо, что пригласили. Большое. Спасибо, что зашел. Субтитры создавал DimaTorzok